Идущих в Свято-Елисеевскую и Лаврейшевскую обитель предупреждают заранее в монастырь так просто не попасть. Места здесь дикие, а по весне, когда разливается Неман, и вовсе непроходимые. Когда-то почти восемь веков назад в эти леса, отказавшись от трона и став отшельником, ушел сын литовского князя Трайната Елисей. Говорят, мощи Елисея, хоть и не найденные, не перестают творить чудеса, а потому для паломников, ищущих монастырь, звон колоколов, как свет маяка в ночи. Вениамин и Вера тоже отшельники, но угодниками их никто не считает. В окрестностях их зовут просто бомжами. И гостей в их обитель тянет не жажда утешения, а праздное любопытство. У нас редакция? Белорусское времечко. Белорусское времечко. Вот как заколебала меня эта редакция, господи. Обитатели ветхой избушки, что у станции Иссы, не ходят по магазинам и не смотрят телевизор. Почти 20 лет назад лишенные Сана и еродьякон Вениамин и сестра Вера приехали сюда из России, чтобы в белорусской глуши навсегда отказаться от благ цивилизации. Верят их путь был определён свыше. Сначала Вениамин хотел уйти от трудностей. Уж больно место неспокойное. Ночью приходили. И под ножами были. Он под ножами был, я спасала. Ой, что только здесь не приходилось. А тех уже живых нету. Всех поубивали людей. Господь всех поубрал. А потом развёл огород, построил дом. Он всё своими руками. Принял обет остаться сначала на 10 лет, а потом и пожизненно. Белорусского гражданства у стариков нет. На социальные льготы и пенсии рассчитывать не приходится. Единственный источник существования – подаяние до редки гонорары за интервью. Люди над нами смеются. Мы от этого ничего не имеем. А живём мы, как говорится, здесь мы же не имеем достатка. Моховые болота, что под ганцевичами, местные уважают и одновременно боятся. Клюкву отсюда выносят мешками. А вот если не знать тропы, можно и не выйти. Став на ложную кочку, сразу проваливаешься по колено. Не успеешь оглянуться, как тебя и след простыл. Если заблудишься, надеяться остаётся только на удачу да на помощь чёрного монаха. И зашёл уже далёко, и всё равно достигать люди не надо. Своё нехитрое жилище 44-летний Анатолий Сапешко смастерил на одном из островков, прямо среди труднопроходимых топий. До ближайшей деревни Борки не меньше 15 километров. Неподготовленный человек сюда, если и дойдёт, то и суток не выдержит. Если не замёрзнет, то дикие звери достанут. А монаху всё ни по чём. Он спит на голой земле, ест с огня и о большем комфорте даже не мечтает. Ведь здесь у монаха есть всё необходимое. И колодец, и домашний очаг, а главное – душевное спокойствие. Сторониться людей Сапешко стал давно. Ему тогда и 25-ти не было. В Борках, поговаривает, всему виной нерадивая жена. Мол, бросила его. Он с горя в монастырь подался. Сам же отшельник утверждает, что это судьба. В Свято-Елисеевской Лавришевской обители историю жизни основателя монастыря передают из уст в уста. Здесь верят отшельник Елисей, был чудотворцем. Недаром, когда в 16 веке на новогрудок напали татары, монастырь уцелел. Войско, подходившее к обители, вдруг увидело видение. И видение настолько ужасного татар, что они бежали. И что же они видели? Они видели огромное войско, конницы, стоящие на территории монастыря. Побег от людей для Кирилла Николаевича Тачилина 22 года назад стал единственной надеждой на чудо. В родном Ленинграде врачи вынесли ему смертельный приговор. Мне дали вторую группу инвалидности и сказали, если хочешь, чтобы твои ноги ходили, выезжай из Ленинграда. В 85-м он отдал свое имущество родственникам, сел на велосипед и поехал на поиски новой жизни. В 300 километрах от Ганцевича на северо-востоке, среди лесов Могилевской области, укрылась деревенька Бурсуки. На первый взгляд деревня кажется мертвой, но это не так. Ее единственный житель Кирилл Николаевич Тачилин поселился в доме на окраине. Когда Кирилл Николаевич приехал сюда, здесь еще жили люди, но даже тогда он держался ото всех стороне. Деревенские Тачилина тоже сторонились, как-никак интеллигент. В гости так просто не напросишься. Всегда был один, потому что я только, если надо кому-то помочь, что-то сделать, я всегда готов это было делать. А общения такого я не находил. Семьи Кирилл Николаевич тоже не создал. Мне некогда было семью заводить, потому что мне надо было или работать, или учиться, или что-то, или, вернее, работать и учиться все вместе. Но от одиночества Тачилин не страдает. Даже когда он был молод душой и телом, все равно оставался волком-одиночкой. Я привык к тому, что я сам все должен делать, потому что я работал на изысканиях. Там было такое, что это уходишь, и на 150 километров вокруг ни человека, никого нет. Бывший иеродиаком Вениамина в миру Виктора Ромашкина в своем прошлом говорит неохотно и путано одно. Ясно, в отшельнике здоровый и крепкий еще мужик подался не от простой жизни. Мы с ним детского дома. Просто меня усыновили, батюшка усыновила. Ну, сидит, как сейчас, тоже нет в живых. Мне уже самого 64. Я остался один, пробивался в жизни сам. Все в его жизни было и смерть жены, и судимость, и потеря веры в себя. Оказавшись на воле, Вениамин стал верующим и начал скитаться по стране в поисках нового дома. Где-то под Рязанью он встретил веру. Говорит, родная сестра, но кем она ему на самом деле приходится, судить сложно. Группа одинаковая, резус одинаковая, все-все одинаковая. Ну, не скажет здесь, не брать сестру. Даже лейкоциты. Лейкоциты, все одинаково. Поиски счастья Анатолия Сапешко начались в сексе кришнаитов. Индийскому богу он оставил все, что было – дом и все деньги. Его только душевного спокойствия взамен не получил. Разочаровавшись в кришне, Сапешко ушел в жировический монастырь. Там почитал, как раньше в пустыню ходили, в пещеру. Бог таких оценил. А 12 лет назад перебрался в ганцевические леса. Отшельник уверяет, только здесь, среди дикой природы, он обрел счастье. Сейчас даже неинтересно мне телевизор глядеть и что такое. Но это неинтересно. Много раз Сапешко был на краю гибели. То в болоте заблудится, то руки отморозит, то в дыму угорит. И каждый раз кто-то отводил от него беду. Поначалу монах уповал только на высшие силы. А потом вдруг сам стал хозяином своей судьбы. Да, обладаю ясновидением. Вот и циклон этот, что был, допустим, тоже так вот было сказано, что двигаться циклон – это где-то за недельку до этого вопроса. За все 12 лет, прожитых в лесу, Сапешко ни разу не болел. Говорит, все дело в позитивном мышлении. То и делать хорошее – добро. Добро делать. Иде война. Зло с добром. С тех пор, как Кирилл Николаевич поселился в Барсуках, он тоже ни разу не болел. Я тут к врачам не обращался, к зубам в основном. Только… А тут я без врачей. Чудесное исцеление Точилин не верит. Говорит, выздороветь помог жизненный принцип «Человек – помоги себе сам». Несмотря на почтенный возраст, Кирилл Николаевич все делает своими руками. Сажает огород, готовит, мастерит мебель. Даже финская баня – его рук дело. Свободное время любит почитать. Только Солженицын может так написать. У него очень интересно даже. Он так пишет. В одном предложении он описывает не только внешность сразу, даже короткое предложение. Не только внешность описывает, но он даже характер сразу. Новости узнает, послушав радиоприемник других проявлений цивилизации, Точилин сторонится. Я прячусь от телевизора. Мне не современный образ жизни, мне это непонятен. Когда люди раньше стремились к высшему, сейчас все идут к низшему. Когда в обители говорят о жизни и подвиге святого Елисея, монахи подтверждают. Путь отшельников хоть и чудесен, но мучителен и сопряжен с массой трудностей и испытаний. Люди, оставляющие все земное, удалялись не от того, что им было тяжело жить в мире, а они удалялись ради того, чтобы найти свободу духа. Хоть обители кажутся удаленные от людей, новости с большой земли сюда доходят. А потому слышал и о монах Евсевии, и о новых отшельниках. У каждого человека свое предназначение в жизни. Если он отец, значит, он должен быть добрым отцом, воспитателем своих сыновей и детей. Если она мать, значит, она должна быть доброй, нежной супругой и матерью своих детей. Если человек имеет какие-то гражданские обязанности, тоже он должен добросовестно и пополнять. Вот, в этом как бы и заповедь Христа, чтобы мы несли немощи друг к другу. Бениамин осуждения церкви не боится. Ничего плохого, как ему кажется, он не делает. Да и вообще, все, что происходит в большом мире, за пределами землянки, старика мало трогает, за новостями не следит. Радиоприемник давно сломался, да и незачем ему знать, что там творится. Ведь здесь у них свои заботы. Ровно в 12. Вот, знаете, такой свист страшенный, невозможно. Потом гомерический такой хохот. Гомерический, у меня аж волос не дыло. А утром? Захлопнуло. А утром пошли мы, точно так вот раз, смотрю, обожженное так вот, желтое. Большое такое место. На скромный уклад жизни Вениамин и Вера не жалуются. Все необходимое – сарай с инструментами, теплица и походная кухня у них всегда под рукой. А на то, что в округе их не любят, Вениамин не сердится. Да и что обижаться на тех, кто так и не смог понять, что ему, обычному неудачнику на исходе жизни, наконец удалось воплотить свою самую заветную мечту. Я ей всегда отдавался на такую целью. А как же Робинзон Крузо? Как же он выжил? Черный монах про Робинзона не читал. Его герой жил на другом острове. Он бы рад и вовсе порвать с людьми и навсегда остаться наедине со своими мыслями. Но пока не знает, как. Так раз в неделю сапешка взваливает на спину мешок с клюквой и идет в деревню за продуктами. Я уже сейчас тут улюдите, что мне уже я чувствую себя плохо. Мне уже, как бы сказать, нема типа свободы, нема нет. Я уже яку пляну. Местные жители монаха не обижают. И хоть святым его никто не считает, помогают чем могут то картошкой, а кто салом. Не любой человек может в таких условиях вычислить. Это надо хорошее здоровье иметь и силу воли. У Анатолия насчет себя никаких иллюзий нет. Грешенек, да и все. Он мастерит тропку для муравьев, потому что и маленькие существа в его понимании лучше него. Его же собственный путь назад, к обычной жизни, навсегда затоплен непроходимым болотом. Каждый день в трехстах километрах от Ганцевич Кирилл Николаевич в одиночестве просыпается и в одиночестве засыпает. Ему не страшно и не скучно. Родственники зовут старика на родину. Мол, возраст опасный, да и негоже человеку свой век в одиночестве коротать. Точилин все отнекивается, для него это смерти подобно. Двоюрные США умоляют меня. Она меня узнал. Я думал, что я ей могу чем-то помочь. Так я там заболел и месяц прожил, и все. Я заболел. А в барсуках отшельнику хорошо он разговаривает с птицами, вспоминает прошлое и радуется каждому прожитому дню. Кирилл Николаевич не ищет компании, но и не бежит от разговоров. Его жизнь гармонична и лишена сожалений. Ведь в отличие от многих подобных ему, в свой затвор он ушел не убегая от совести, а по велению чистого сердца. Кто же они на самом деле? Те, кто называют себя отшельниками, и что заставляет их пускаться в бегство? Кто-то бежит от болезней, кто-то от трудностей, а кто-то от самого себя. Они понимают, что в обычном мире их не принимают всерьез, считая бродягами и изгоями. Но, уйдя в леса и оказавшись вдали от соблазнов и суматохи города, они вдруг обретают смысл жизни и веру в то, что и последний человек может стать первым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok